Привет всем, кому интересен ремонт. В этот раз у нас Mercedes-Benz CLA 220 CDI 2016 года. И в этом видео мы попробуем одним махом убить двух зайцев. Первый заяц это у нас обнаружение причины эмульсии в системе охлаждения, ее устранения. И второй заяц это у нас давно ожидаемое вами видео, в котором мы просили рассказать откуда же берутся цены, то есть ценообразование. Я считаю это самый лучший пример, на котором можно объяснить как все это дело делается. Изначально машина пришла для замены колодок и масла, но когда включил зажигание, увидел вот такую надпись. Удалить охлаждающие жидкости, смотреть инструкции. Ну долью, мне что жалко. Удалить же воду это просто. Поэтому открываем капот и открываем расширительный бачок. А вот в бачке у нас вот такое безобразие. Ну это разумеется я видел раньше, я вам покажу как я вообще что я сюда полез. Здесь у нас еще колечко, оно лопнувшее, видите. Вот так. Как сказал клиент, он машину-то купил совсем недавно. И может быть люди, которые ему продали позаботятся о гарантийных обязательствах. Ну на всякий случай мне сказал разбирайся и меняй, что надо. В первую очередь под подозрение у нас попадает теплообменник. Во вторую прокладка головки блока цилиндра. Ну как сказал клиент, машину не перегревал. Я позвонил на Мерседес, узнал сколько стоит теплообменник и параллельно получил очень ценную информацию. Информация следующего содержания, значит на этих машинах, на этих двигателях теплообменники вылетают на всех. Как мне сказали, говорит, мы уже устали их менять. Но, что удивительно, что несмотря на это, на всю Испанию есть только одна свободная запчасть. К счастью, она находится совсем недалеко. Я ее заказал, я ее купил, теплообменник. Сейчас я вам все покажу. Если вдруг я ошибаюсь, и у нас теплообменник целый, а это действительно прокладка головки блока цилиндров, то я всегда смогу ее вернуть назад. А теперь, что касается по ремонту и по ценообразованию. Вот это у нас теплообменник. Вот в таком виде он приходит с Мерседеса. Вполне вероятно, что можно найти не оригинальный. В этом случае вполне вероятно, что будет приходить только вот эта вот алюминиевая деталь. То есть непосредственно сам теплообменник без подошвы и без стакана под масляный фильтр. Я, кстати, не знаю, надо будет раскрутить, есть там фильтр или нет. И вот эти вот резиночки. Все идут уже в сборе и в комплекте. Дальше. Вот это вот фактура на приобретение. Значит, вот он написан как масляный фильтр. Его цена 120 евро 79 центов, 15 процентов скидка, что у нас получается в результате 102,67, плюс 21 процент налога и в результате цена у нас получается 21 процент налога, получается 21,56, да? И в результате цена у нас получается 124,23. Итак. Итак, значит, мы имеем теплообменник, который стоит 120 евро 79 центов. На эту сумму Мерседес мне, как мастерской, дает 15 процентов скидки. Чтобы вы понимали, если идет в Мерседес к официалам частное лицо и заказывает деталь, вот это на него не распространяется. Это идет именно для профессионалов, то есть для мастерской. На эту сумму надо будет накинуть потом 21 процент НДС. Условия обязательно обсуждению не подлежат. Дальше. После того, как мы заменим теплообменник, нам надо будет промыть всю систему охлаждения. В принципе, мог бы я сделать это и самостоятельно. Но для таких машин, хороших машин, я предпочитаю везти машину к специально обученным людям, которые машину подключают к специальному аппарату, снимают термостат и все это дело промывают приблизительно 3-4 часа специальным сепаратором со специальными химикатами, эмульгаторами, которые все это дело растворяют, смешивают, потом разделяют на фракции. Работа достаточно длинная, и они с меня берут за это 120 евро и дают мне скидку, как профессионалу, 25 процентов. Опять-таки, плюс 21 процент НДС. Дальше самое интересное. Самое интересное, это цена на работу. Значит, по документации, на замену теплообменника на этом автомобиле, на демонтаж-монтаж, дается 8 часов 75 сотых часа. То есть, как вы понимаете, 8,75 – это у нас получается 8 часов 45 минут. Понимаем, да? То есть, 8,75 – это мы множим на цену, которую берет мастерская за час работы. Час работы в моей мастерской, очень недорогой и составляет 30 евро. Очень недорогой, я говорю это не иронизируя, потому что у соседей стоит 45, дальше стоит 60, 72, 94. И, по-моему, здесь, по Валенции, я самую большую цену смотрел. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, 103 евро час работы плюс 21 процент НДС. Вот так. Ну, совсем дешево, получается, где-то 130 евро час работы, да? Так вот. 8,75 умножить на 30 евро и прибавить, опять-таки, 21 процент НДС. Ну, самое интересное в том, что вот это – это никак не распространяется на клиента. Это целиком и полностью мой дополнительный доход от запчастей. Бывает такое, что на какие-то определенные запчасти мне дают очень большую скидку, вплоть до 60%. Вот в этом случае я, по своему усмотрению, часть скидки перекидываю на клиента. Ну, это, как у нас в свое время было, не знаю, как сейчас, на усмотрение сотрудника ГИБДД. То есть я могу давать эту скидку, а могу ее целиком и полностью себе забирать. Разумеется, для того, чтобы хорошо показаться перед клиентом, чтобы клиент был доволен, я тоже ему часть скидки перекидываю. Обычно, чаще всего я делаю скидку на сумму налога на добавочную стоимость. И у клиента создается иллюзия, что он налог не платит. От этого он становится счастливым. А я, в свою очередь, конечно же, все это провожу, просто делаю дополнительную скидку, когда делаю фактуру. Так вот, что в результате у нас получилось? Давайте посчитаем. Считать-то мы умеем? Вот и посчитаем. 120, 79, 120, 79, плюс 21%. 120, плюс 21%, 120, плюс 21%. Итого у нас получилось 608 евро, 98 центов. Разумеется, в этом случае я с клиентом беру вот так. Дополнительно будут какие-то, либо будут, либо могут быть какие-то санечки, прокладочки, какие-то, допустим, жидкости. Это все считается отдельно. И на мое усмотрение, то ли я это включаю в стоимость в эти 600 евро, то ли я это плюсую отдельно. Это уже точно так же на мое усмотрение. Приблизительно вот так формируется цена. Что касается вот этих скидок, которые мы потерли. Именно из-за этих скидок мастерские в Испании, как правило, не работают с запчастями клиента. Потому что в этом случае скидку, которую должна получить мастерская, получается, как бы оставляет себе клиент. Мастерской это неинтересно. То есть, если бы я не рассчитывал на эту скидку, то у меня бы было здесь не 30, а 40, 50, 60, 80 и 120. Это уже отдельная история. Поэтому, если человек привозит в запчасти с собой багажники и говорит поставь, я его отправляю, как правило, в тенек. Я говорю, вот там встанешь под деревом и сам меняешь. Вот так. Бывают разные случаи, когда, допустим, старый клиент и у нас с ним особые отношения. Либо человек говорит, ну не знал, ну вот купил, ну вот у меня уже есть. Я говорю, хорошо. Ну, во-первых, я эту цену сейчас позвоню, узнаю, сколько я потерял на этой скидке. Это раз. Я ее тебе включу в цену и гарантии не будет никакой. Вообще, вообще ноль. Это твоя запчасть, ты сам гарантируешь. Нравится тебе, значит, принимаю такие условия. Не нравится, значит, то же самое. В тенек и сам меняешь. Ну, вот, в принципе, мне кажется, я все достаточно доступно объяснил. В любом случае, если что-то непонятно, всегда можете спросить в комментариях. Я, как правило, стараюсь всегда ответить, если YouTube не показывает, что есть новый комментарий. Иногда просто YouTube крысит и не показывает новые комментарии. Я их случайно потом нахожу. Поэтому все. Ну, а теперь разбираем, обвиняем. Сливаем то, что раньше у нас носило гордое имя ТАСОЛ. Теперь это непонятная субстанция. Внизу у нас даже не ТАСОЛ, это чистая вода. Ну, а масло, разумеется, у нас в верхней части двигателя, которое будет скапывать потом. Я вам обязательно покажу, что там у нас стекло. Я вам покажу. вот здесь видите крем у нас такой кстати стекать он не хочет он у нас все все больше по стенкам размазаны вот оно пошло видите оставляем корыться внизу пусть она вскапывает по цвету напоминает чербе что же здесь нам надо снять но по всей видимости целую кучу нельзя сказать что я большой специалист в демонтажах теплообменников на этих двигателях ну что ж будем учиться вместе когда-то же надо начинать выкачиваем газ ибо компрессор нам придется снять ну что а теперь давайте разбирать все что нам мешает чтобы добраться до теплообменника ну так неплохо было бы почистить какой кошмар ну наверное надо будет спросить хозяина машины если у него желание привести в порядок коллектор дроссельную заслонку ну и все прилагающиеся потому что выглядит это все так себе а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Так, ну а теперь отсоединяем воздух, вакуум, воду, электрические коннекторы И здесь есть два способа, чтобы не потеряться потом при монтаже Можно, точнее не два, их вообще множество Но я использую либо я подписываю каждый штекер, который я вынимаю Либо можно это сделать с помощью маркеров Так и поступим Мне кажется, в этом случае маркерами будет легче Четыре болта снизу, дроссельная заслонка Откручиваем, они у нас такие длинные Вот такие вот Мне нравится смотри Что это значит? Что это значит? Что это значит? Да, прекрасен. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так это у нас выглядит Прокладки остались внутри Знаете, что мы делаем? Сейчас у нас задача Промыть его И потом испытать, насколько мы правы В поломке этой запчасти С того момента, как мы сняли теплообменник До настоящего момента прошло несколько дней Я не стал снимать проверку теплообменника Потому что по факту он мне в моей мастерской Результатов никаких не дал Условия меня относительно ограничены Для такого типа проверок И что я сделал? Я поехал к радиаторщикам Которые в частности занимаются И проверкой, заменой и ремонтом Теплообменников На что они мне сказали? Ну в принципе я это знал Но они мне повторили Что гарантированной проверки Теплообменников В принципе не существует Очень часто бывает такое Что теплообменник проверяется Под давлением 25 атмосфер Азотом под водой И он показывает, что все гуд Но при установке на машину При разогреве до рабочей температуры Он начинает опять пропускать масло в антифриз То же самое мне сказали и официалы на Мерседесе И опять-таки и те, и те Мне посоветовали сделать одну вещь То есть в принципе-то клиент уже готов на подъем головы Но все-таки мы попытаемся Сэкономить его денежки Иногда, как в этом случае Вполне может быть, что эти денежки Экономлю за свой счет И мне придется два раза разбирать А именно Мне порекомендовали Поставить новый теплообменник Промыть систему охлаждения Залить охлаждайку, залить масло Отмолить все грехи Исповедоваться И с крестом на пузе пробовать Повезет нам или не повезет Теплообменник это или нет Ну а если нет Придется все заново разбирать Ну где-то так Поэтому, как я уже говорил Как вы уже видели Теплообменник у нас здесь Этот мы оставляем в покое Берем его в комплекте Переставляем и собираем Поехали Поехали ! Поехали For Achター Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok с мойкой и моем вставим аккумулятор здесь все заработало и под пассажирским сиденьем теперь открутим и посмотрим стоит ли фильтр как вы помните я говорил не знаю в комплекте он не в комплекте по идее должен отлично стоит фильтр возвращаем назад заливаем воду и пробуем я очень надеюсь что ничего не забыл подсоединить ни электрику ни шланги заливаем сначала немного воды потом заливаем мойку это если что иное как эмульгатор некоторых пугает слово эмульгатор когда он попадается в продуктах на самом деле эмульгатор это такой продукт который дает возможность смешиваться несмешиваемым веществам например масло и воде как в нашем случае я добавляю эмульгатор и теперь эти две совершенно разные субстанции смешиваются воедино после чего мы их сливаем заливаем сливаем заливаем мы сейчас как я уже говорил не будем делать это вообще в ноль то есть нам надо промыть условно для того чтобы проконтролировать смешивание продолжает смешиваться или не продолжает смешиваться если у нас не продолжает смешиваться значит мы считаем что мы сделали все как положено вот и собираем а вот если у нас продолжает смешиваться тогда значит будем поднимать голову чего бы мне очень делать не хотелось но в любом случае если это будет так то это будет уже совсем другая история и другое видео. Пока к мойке! Доливаем водой дальше. Так, ну а теперь самое-самое главное. Всесильный Роберт Бош. И Пресвятая Александра Покровительница Одиноких. Не позволь смешаться лубриканту с водой. Аминь. Что же у нас выйдет? Ну, у нас надпись продолжает гореть. С этим мы разберемся позже. Ну, а теперь мы это с вами уже сделали много раз. Греем, смешиваем, сливаем, заливаем заново, промываем, нагреваем, сливаем и так далее. Несколько раз, пока у нас не будет все это дело относительно чисто. Меня еще очень радует, что не горит никакая ошибка на табло. То есть, на первых парах мы можем сказать, что мы все правильно подсоединили. Какая классная эта промывалка. Ну что, теперь знаем, что делаем. Повторяем, а потом повторяем, а потом повторяем и повторяем. Пока не будет относительно прозрачная вода. Ну, а потом, если у нас будет подозрение, что больше у нас ничего нигде не смешивается, тогда мы повезем машину к специально обученным людям и уже промоем его как положено. После чего, устроим жесткий тест драйв с нагреванием до рабочей температуры и будем посмотреть. Разумеется, если мы сейчас не увидим, что у нас смешивается антифриз с маслом, это еще совсем не гарантия того, что он действительно не смешивается. Надо будет разогреть, поездить, остудить, разогреть и так далее. Вот так. Поэтому, в принципе, это видео можно и подвязывать. Что касается ценообразования. Ну, так я вам накидал короткий курс, сделал, да. Как это все, как у нас цифры слаживаются и что у нас в итоге получается. Помимо всего остального. Допустим, эту машину я сегодня заканчиваю, звоню клиенту и говорю, так и так, машина ваша готова, можете приезжать, забирать. На что я ему даю завтра целый день, чтобы он приехал и его забрал. Если вдруг, а такое бывает, клиент взял и уехал отдыхать на Канарские острова. Ну что ж, я его поздравляю. Каждый день простой автомобиль в мастерской стоит денег. То есть, как бы я за свою машину, за парковку плачу деньги. А мою мастерскую будут использовать как парковку, еще и под крышей, еще и под мою ответственность, и под сигнализацией, и бесплатно. Нет, ребят, так не пойдет. Поэтому, за парковку, за каждый просроченный день по нормальному на клиента пишутся дополнительные деньги. В зависимости от расположения в мастерской, в более дорогой, в более дешевой зоне, у меня это средняя ценовая категория, даже если я бы сказал ниже, чем средняя ценовая категория, сутки простой в моей мастерской стоят 16 евро. Вот так. Поэтому, если вдруг клиент не захочет, не сможет, или еще по каким-то причинам не заверет машину, ему будут начисляться дополнительные денежки за простой. Были случаи, когда человек думает, очень долго думает или собирает деньги, потом приходит через полгода и говорит, а я, наверное, машину ремонтировать не буду. Наши вам поздравления. Вот за все эти дни простой вы будете уплатить за стоянку автомобиля. Конечно же, как и всегда, бывают исключения, бывают дружеские отношения, или чисто человек говорит, ничего страшного, если машинка у тебя постоит два дня. Да, конечно, ничего страшного, я всегда пойду на уступки. То есть это как бы уже условие необязательное. Многие наверняка заметили, что у меня здесь машины стоят порой очень долго. Ну а так, в принципе, все. Как я сказал, если вдруг у нас будет получаться опять эмульсия, то нам придется на этой машине снимать голову. И я об этом обязательно сделаю еще одно видео, потому что наверняка, как снимается голова на этих двигателях, многим будет интересно. Ну а на сегодня, в принципе, все. Адрес кому надо в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем удачи. Пока.